всем добрый день очень рада что вы ко мне сегодня заглянули на канал хочу поделиться с вами своими покупками из магазина fix price покупки будут на самом деле очень большие поэтому запаситесь чаем печеньками и давайте же наконец смотреть мне тоже вам хочется все побыстрее показать чтобы уже начать всем пользоваться кое чем я уже даже и начала пользоваться так что я купила мыло банное такое банное мыло теперь буду покупать только такие большие брусочки я единственная надеюсь да тут 180 грамм она очень хорошо мылится как можете видеть я его уже из упаковочки достала вовсю использую и очень рада что она в общем есть у нас в экспрессе поэтому вот такое мыльца причем она вот нежно-нежно пахнет вот какой-то травой деревьями в общем природой так дальше у меня сегодня очень много будет и что-то по хозяйству и что-то из еды в общем ну какие-то такие нужные полезные покупки дальше тоже чем я уже во всю пользуюсь это приобрела новую для себя зубную пасту вот такую два активных действия сразу скажу что она мне понравилась вообще у нас фикс прайс часто завозят какие-то новые зубные пасты и когда я вижу новинку я прям сразу хватаю чтобы попробовать и вот скажу вам честно что это уже третья зубная паста которая мне понравилась и которую хочется прям повторить покупку здесь смотрите у нас что есть экстракты шалфея зеленого чая оказывает противовоспалительный эффект снимает отечность укрепляет десна в общем я сейчас вовсю тестирую пока мне нравится дальше салфетки конечно же не могу я без салфеток вот такие вот салфетки я приобрела вот здесь 230 листов мне во первых очень понравился дизайн такой в азиатском японско-корейском китайском стиле да очень красиво салфеточки всегда нужны простите и на кухне и в комнате удобненькие и когда в общем я хожу в этот магазин раз прикупила не то чтобы впрок нет у меня залежи никаких нет но вот всегда есть про запасик поэтому такие салфеточки тоже очень частый гость в моем доме дальше из тоже чистящих средств это вот такой дамы стас взяла мне нужно кое-что почистить максимальная защита дальше взяла свою любимую белизну гель которую кто меня смотрит постоянно мои покупки из этого магазина то я всегда показываю эту белизну гель потому что я ее использую и сантехнику чищу и в туалете чищу и раковину и ванну в общем мне нравится поэтому это моя как бы так постоянная покупка которую вы тоже постоянно в моих покупках можете увидеть дальше бумажные полотенца конечно же они тоже должны быть в моем доме взяла в этот раз вот такие king size большие прямо сейчас вот отсниму и распакую их и положу на кухне в общем буду пользоваться 360 отрывов здесь причем можно оторвать как большой квадратный листок также разделить его по перфорации на пополам что очень удобно потому что если что-то где-то прям совсем чуть-чуть капнула не нужно отрывать большой лист поэтому для меня это очень выгодно очень выгодная покупка дальше смотрите что я взяла дальше пакеты для мусора берут такие большие 160 литров я в основном в принципе мусор не разделяю для кухонного мусора для грязного так скажем да который там течет какие-то банки отходы я у меня обычные пакеты которые магазинные я стараюсь использовать повторно чтобы просто так не выкидывать а вот эти пакеты я беру именно на 160 литров это большие пакеты у меня есть такая коробка ну для удобства чтобы нигде на ручке двери эти пакеты не висели в общем я сюда складываю мусор который не ну как сказать не грязный это какие-то бумажки картонные упаковки там ну может быть пластик какой-то да вот такие в общем не пищевые не грязные отходы поэтому вот 160 литров самое оно и это тот мусор который я не выношу каждый день а вот он у меня копится 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 он у меня стоит в том углу в котором мне это не мешает абсолютно и я вот его завязала и отнесла на помойку но как бы так я мусор не разделяю сразу вам говорю это просто так вот оно получается что для удобства я делаю так дальше давайте еще продолжим из такого взяла порошок давно у нас что-то его не было наконец-то он появился ой как он мне во-первых пахнет белье нравится как отстирывает и вот беру его постоянно поэтому уже который раз повторила покупку тоже не раз не раз вы еще это увидите так взяла детский крем хорошо что есть у нас у меня оставался какой-то старенький причем это повтор покупочки у меня есть где-то уже начатый это повтор я у себя дома нашла старенький какой-то детский крем уже непонятных бородатых годов в общем и он так с трудом намазывался как бы я думаю он наверное уже свои функции потерял и когда я в магазине купила вот этот свеженький ой какой он хороший прямо такой маслянистый хорошо увлажняет жирненький в общем пошла купила второй вот это у меня второй кремик дальше чудо пяточки девочки спасибо огромное кто мне посоветовал вот эту вот чудо пятку чудо пятку там у нас есть и вот такой вот это я поняла воск да крем воск от трещин чудо пятки единственное тут для стоп локтей и рук корейское качество я взяла воск там есть еще лосьон и есть еще вроде крем какой-то я еще не пользовалась он у меня новый потому что мне хотелось вам снять показать единственное тут очень мелко написан способ применения нужно будет брать лупу это все прочесть вот ну что вам хочу сказать баночка конечно маленькая но там я так поняла много и не надо все закрыто вот так крышкой вот так выглядит этот крем воск пахнет прям пахнет духами вот прям нравится мне вот этот аромат очень вкусный ножки будут ножки и локоточки я попробую локоточки у меня что-то один локоточек вот один локоть нормальный а другой локоть которым я постоянно на стол или на спинку кровати упираюсь у меня постоянно там в общем на я сейчас начала мазать как раз вот детским кремом помажу еще вот этим чудо средством и в принципе детским тоже хорошо размягчается я думаю и этим хорошо размягчится поэтому спасибо моим зрителям кто мне посоветовал мне правда советовали лосьон ну в общем для большего удобства я купила вот такой крем воск так что я купила еще купила вот такой лоточек в общем мне нужен был какой-нибудь узкий высокий лоточек вот он высокий так вот такая корзинка 315 на 130 на 85 это вот высота 8 с половиной сантиметров это как бы у нас да ну просто такая корзинка для всего я так поняла можно даже ее использовать в холодильнике для пищевых продуктов вот но я ее для чего приобрела мне нужна была как раз такая узенькая чтобы она у меня там в одно место вставала в которое мне нужно и я ее приспособила для своих штучек для ног вот в общем мне нужна была такая корзиночка чтобы сложить сюда все свои крема для ног мази у меня здесь ножнички вот новый крем который я купила какие-то лечебные кремушки для ног вот теймуровый спрей для ног тоже купила фикс прайсе от запаха пота чайное дерево классный кстати и еще купила такой же вот этот для ног а там есть еще для обуви забыла в этот раз принести вам показать но обязательно тоже если повторю покупку то обязательно покажу в общем какие-то лечебные крема что-то вот здесь из аптеки уже кончается ну в общем очень удобный он как видите большой да там 30 сантиметров и мне удобно вот так в полочку встает зато я знаю у меня здесь и бинтики и какие-то и ваточки вот и бинтик ножнички в общем и вот такой вот эластичный бинт и зеленочка и йодик как бы и вот эластичный такой бинтик бывает вот как раз вот этот воск наносишь тампончиком вот так вот сделал и бинтиком эластичным как бы закрепил поэтому здесь у меня все все для ножек сюда же я кладу вот этот крем воск чудо пяточки у меня здесь будет стоять так ну хочу сказать вам удобно а то я у себя дома присматривала присматривала эту корзинку и прям никак не могла присмотреть вот и детский кремушек у меня тут лежит и вот в общем все мои причиндалы так скажем здесь лежат в принципе вот все что касается хранения корзинки коробочки я не считаю нужным переплачивать я все нахожу в этом магазине так батарейки купила батарейки две упаковки сейчас я вторую так сейчас если вторую найду много конечно у меня здесь вот в этот раз что-то не было больших купила вот такие вот мизинчиковые батарейки нужная вещь правда я сейчас купила себе мышку представляете беспроводную на аккумуляторе для которой не нужны батарейки представляете и вот я ее как с того момента когда купила прошло уже наверное недели две с половиной я ее купила зарядила и вот она у меня только через две с половиной недели вчера я ее поставила на зарядку представляете вот поэтому в принципе а то раньше батарейки только так меняла но все равно нужны в пульте поменять где-то еще поменять больших не было батарейки хорошо раскупают поэтому я взяла взяла попробовать вот такие губки то я обычно всегда беру свои любимые знаете такие вот как сказать таким вот кружочком с таким же эффектом губочки в этот раз взяла вот такие капучино пена эффект усиленная фибра против стойких загрязнений крупно пористый поролон в общем в два раза больше пены в два раза больше чистой посуды она большая видите здесь пять штук но губка сама по себе большая я такие не очень люблю большие мне больше нравится вот ну вот было бы она вот так примерно где-то на два сантиметра поменьше ну ладно как-нибудь приноровлюсь очень хочется попробовать на самом деле она больше пены держит универсальная губка для мытья посуды различных поверхностей усиленная фибра так ну в общем обильная пена образование попробую купила первый раз прям на пробу дальше 2 пин у меня такой уже есть сейчас я вам покажу вот у меня такой есть я его использую тут у меня крупно такая крупнокалиберная соль так скажем и мне еще был нужен один я хочу его использовать для мелкой соли какой-то тут дырочка вот тут нету дырочки да тут нету а тут смотрите какая-то в крышке сейчас я вам покажу так открывайся удобная такая крышка которая то где дырочка они это так просто нет нету дырочки думала дырочка в общем они удобно становятся друг на друга вот так вот это у меня будет для крупной соли это будет для мелкой соли открыл куда-то засыпал в соломку или куда очень удобно оббегала два фикс прайса чтобы купить они у меня разные но ничего страшного какая-то такая прям вот дорогая недорогая была поэтому я ее купила пускай будет дальше посмотрите что взяла вот такие вот мерные ложки единственное я не посмотрела на них вообще мерник написан нет мерник не написан какой же у них объем а 5 миллилитров и 15 миллилитров вот здорово надо единственное запомнить что это 5 миллилитров и 15 мне как раз сейчас вот такие мерные ложечки очень нужны я даже хотела отдельно покупать на 5 миллилитров чтобы дозировать масло масло себе в салат так давайте распаковываем это я уже могу выкинуть вот вот это получается на 5 миллилитров вот это получается на 15 и вот этой 5 миллилитровый я буду наливать масло в салат вот так что у меня теперь будет всего 5 миллилитров масла в овощном салате классные ложечки я их прям быстренько помою и быстренько буду использовать набрала себе опять вот этих ручек я их безумно люблю и прям боюсь если они закончатся что я буду делать потому что я раскрашиваю спиральные раскраски уходят они у меня не хочу сказать что со скоростью света нет абсолютно не со скоростью света одной ручки хватает надолго они недорогие правда единственное в каком-то магазине мне их продают по 62 рубля в каком-то по 59 рублей в общем я так и не разобралась сколько они стоят но мне в принципе не очень это важно потому что цена нормальная цена адекватная я иной раз за одну ручку платила в каких-то крупных канцелярских магазинах и 60 и 70 и 80 рублей сейчас моя любимая ручка там стала стоить больше 90 рублей 1 а тут целый набор 5 штук это бесстержневые такие ручки с увеличенным запасом чернил я прям даже не представляю вот я за все это время пока их покупаю 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 наверное выкинула только одну или ну максимум две ручки а раскрасила спиральных раскрасок я уже море я думаю вы видели у меня если не видели пожару пожалуйста переходите в плейлисты там найдете раскрашенные работы если вам интересно посмотреть в общем в этот раз взяла это у меня даже из двух или из трех фикс прайсов 2 3 4 5 6 наборов и у меня еще где-то там набора 3 или 4 из другого фикс прайса в общем вот столько ручечек я набрала дальше опять взяла конфетки которые уже выступала вот эти мне нравится больше всего пчелка с ними я еще взяла другие конфеты я их выкинула девчонки вместе с упаковкой я пока их донесла до дома было еще не жарко вот еще я тогда ходила в тот фикс прайс когда было не жарко я их донесла до дома решила распаковать выложить в вазочку в коридоре у меня стоит вазочка вот с конфетками ой что хочу сказать я их открыла это не вот эти это другие вот эти хорошие я теперь только их буду брать потому что я раз сумочку с собой кинула раз где-то там к чаю взяла одну конфетку потому что я пью травяной чай он бывает иной раз очень горький особенно особенно если это связано с какими-то там гинекологическими делами и вот грудной сбор тоже в общем горькие какие-то из чаи я прям одной конфеткой так сказать закусываю несколько конфеток бросаю в сумку там пару конфеток в карманчик кладу когда иду на улицу в общем всегда у меня должна быть конфетка в общем я открыла те конфеты которые больше никогда не возьму а они там аж все потекли видать они как-то так сделаны я не хочу сказать что было жарко но вот эта вся начинка они были с начинкой она вся вытекла все это там липкая такое было все какое-то растекшиеся я попробовала пару конфеток мне не понравились они в принципе стоили вот как вот эти конфетки примерно в одну цену около 40 рублей там они вообще дешевые 39 рублей вот но те я больше никогда не возьму они что-то были типа ириска с начинкой но вот так как то то ли производство нарушено то ли жара в магазине была в самом ну в общем вот так не пошли не пошли мне эти конфетки и я их прям с упаковкой девчонки не обессудьте выкинула что не показываю вам потому что моя вся перепачкалась просто вся перепачкалась так смотрите какую я милую щетку себе купила мне нужна такая щетка для кухни она жесткая вот отмывать столешницы ой не лезет здесь не вроде не лезет смотрите торчит но вроде не лезет была нужна какая-то такая жестенькая щеточка это не для обуви девочки не для обуви это именно для мытья посуды но я ее взяла для отмывания кухонных поверхностей для отмывания раковины в общем чтобы не рукой вот так стоять наяривать а все же щеточка есть щеточка более какие-то другие варианты слишком мягкие они мне не подходят вот этот вариант прям такой жесткий хороший смотрите щетка для мытья посуды кухонная ну в общем тут целая такая видите у них была серия но я вот не видела я бы еще венчик конечно взяла и банки и сушилка в общем у нас а это товары в стиле лофт такая какая-то деревянная ручка в общем надо ее быстренько 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 чтобы уже использовать в общем взяла чтоб мыть раковину и столешницы на кухню взяла вот такую лопаточку это уже не стиль лофт это уже просто kitchen вот вот такую лопаточку кто меня смотрит ой что-то она ладно это еще быстро кину в мойку в общем просто лопатка 30 сантиметров кто меня смотрит знает что у меня сломалась моя любимая лопаточка не такая правда я хотела такую без дырок но она очень маленькая удобная такая длинненькая не короткая надеюсь она мне как бы подойдет вот поэтому взяла дальше взяла лапшу сколько у нас появилась лапши вы просто не представляете всякой китайской вьетнамской корейской в общем 150 рублей а а я люблю пробовать новые люблю пробовать новые поэтому взяла ничего тут по-русски нет ничего может где стики стикер да стикер есть в общем взяла лапшу быстрого приготовления на пробу здесь 127 грамм называется морские ухи морские уши не знаю что это такое тут и приправа в общем тут есть и приправы и что то лапша такая тонкая тонкая как волосики попробую обязательно единственное я же говорю нигде тут не нашла пометку острая она или не острая состав конечно оставляет желать лучшего но люблю вот именно все все пробовать люблю все пробовать и тем более я увидела мужчины берут чуть ли не по 4 штуки а если мужчинам нравится значит должно быть хорошая и совсем недавно нам привезли вот такую лапшу это уже у нас как я здесь посмотрела то ли таиланд то ли вьетнам а написано китай почему-то где там таиланд видно смотрите тут написано 190 грамм а тут 160 грамм да а тут 190 в общем такая большая большая бадья вообще большая вкус креветки стоили они одинаково что вот это что вот это по 150 рублей вилка внутри в общем тоже нигде я не увидела что острое не острое в принципе тут огонек должен быть какой-то нарисован ну взяла тоже на пробу а чего нет а что такое расхождение тут 190 грамм а тут 160 какое-то вот расхождение в общем буду пробовать состав тоже так себе но я думаю кто знает что конечно же это не такая не каждодневная еда абсолютно не каждодневная поэтому ну уж на пробу думаю взять можно тем более если все берут взяла тетрадку вот тетрадочка специально беленькую они подорожали были по 99 рублей стало 116 такая белая обложка непрозрачная до этого а ну потому что наверное обложка непрозрачная до этого была обложка какая-то тонкая такая прозрачная это я взяла обычная тетрадочка мне очень нравится на спиральке на пружинке у меня там закончилась тетрадочка куда я записываю и раскраски сборники раскрасок в общем так что сюда все опять запишу а красная у меня тетрадочка там красно в красном цвете она у меня будет под трекер еды или наоборот вот эту красивую белую я сделаю под трекер еды да под трекер питания так скажем а вот красную сделаю под раскраски в общем подумаю подумаю и наконец-то у нас привезли опять вот такие вот вот смотрите с каким классным рисунком это лоток для бумаги картонный вот так он выглядит потому что у меня вот видите в кадр не влезает очень хотела с котиками тут такие котики и вот такие лапки очень удобно для раскрасок для каких-то тонких раскрасок спиральных раскрасок все стоит прекрасно хорошо единственное на дно на дно вот здесь на дно я вырезаю картон потому что видите как он складывается складывается быстро легко 99 рублей надеюсь не подорожали две штуки здесь единственное вот так вот он складывается и там выпирает изнутри что может попортить раскраску так как раскраски это тоже ну для меня дорого я берегу свои все раскраски поэтому я просто вырезаю еще на дно картоночку такую цельненькую и ничего мои раскрасочки как бы не портит поэтому вот я рада что опять привезли хотела взять две штуки но еле дотащила поэтому вот взяла одну ну и на этом все вот такие огромные мои покупки были я очень рада что вы были со мной сейчас буду все раз разносить разбирать от расставлять по своим местам очень много чего я купила именно такого нужного это как вот эти вот мерные ложки вот если пойду еще куплю пускай они будут во первых удобно длинная ручка вот даже для съемок да раз масло налила все какие-то специи для какого-то соуса единственное надо не забыть что тут 5 миллилитров а вот в этой ложечке 15 а то потом забуду вот а измерить мне нечем а то я уже хотела прям заказывать где-то в другом месте так что вот такая красота всем огромное спасибо что меня смотрели в основном от покупки которые я беру постоянно всем огромное спасибо тоже пишите мне в комментариях что вы постоянно берете в этом магазине без чего вы не можете зачем вас туда тянет мне будет тоже интересно послушать надеюсь показала вам все всем огромное спасибо пока пока